друзья всем привет вы на канале ягодный гриболов сегодня мы пришли на поле на поиски синеножек пока синеножки не нахожу ну вот посмотрите сколько много полевых гиграфоров сейчас я вам покажу побольше экземпляр видите у него светлые пластинки такие спускающиеся по ножке редкие и сам светлый очень холодно у нас они уже все попозамерзли мы тоже очень тепло оделись потому что ветер заморозки очень неприятно на улице но надеялись что мы найдем синеножки потому что это как раз их время их сезон их погода что-то не встречается ни одной синеножки нам а вот гиграфоры попадаются я вначале даже думала не снимать видео но видите их очень много что даже можно их и показать чем большая какая семейка я вообще очень люблю гиграфоры особенно поздние сейчас они уже отходят у нас хотя еще их конечно тоже можно пособирать в хвойных лесах гиграфоры поздние гиграфоры полевого очень много вот какие грибочки наверное их ни с чем не перепутать потому что у них светлые всегда светлые пластинки редкие спускающиеся по ножке очень они похожи на гиграфор поздние отличаются только цветом эти белые белые и растут на поле кто-то здесь тоже ходил видите сорванные грибы но я к сожалению тоже не знаю что это такое чем-то похоже на колебию масляную и вполне возможно это и она очень похожа просто в морозовое ну не буду я ее все равно брать потому что что-то не признаю ее кто-то видимо тоже ходил смотрел раньше здесь было очень много синеножек просто какой-то год мы собирали здесь толпы людей ходили это 18 или 19 год очень много было очень и потом уже несколько лет я приезжаю сюда и нахожу если буквально несколько штук а то вот и ничего совсем не нахожу сегодня гиграфоры попадаются и ни одной синеножки ни одной удивительно хотя коровы здесь есть коровы до сих пор пасутся здесь сожалению синеножек нет ладно друзья тогда мы не будем терять времени и сходим за зимними опятами нас и тут небольшой лесочек есть мы сейчас туда и направляемся друзья зашли мы в наш лесок где раньше собирали фламмулину что-то здесь совсем все завалено леса не узнать нашли дерево на котором были много срезов нашли еще одно дерево здесь фламмулинка только начинает расти посмотрите какая хорошая отличная молоденькая я юная на заберу видите еще идет в рост эти маленькие выстаются может быть еще успеют вырасти тем более фламмулина она растет как можно сказать скачками потеплела начинает идти в рост похолодала рост замедляется и вот еще тоже отличная фламмулина видите как она выросла ее тут не срежешь как-то на из дерева растет попробую аккуратненько и всю достать у нас я говорю заморозки минусовая температура поэтому достать очень сложно можно и ножик сломать остальное тоже малыши ладно я ее уже лучше не срежу пусть остается а вот здесь уже совсем старенькая ее брать не будем и вот малыши растут грибы будут еще фламмулин и сезон еще не подошел к концу и ее можно собирать хоть всю зиму пойдем еще пройдемся и может быть еще что-нибудь интересненькое найдем тут раньше много очень аурикулярии было столько что прям все деревья были усыпаны нету пока нет деревья повалились не знаю от чего все завалило здесь раньше нашла дерево где мы с собой собирали фламмулину она упала а на этом дереве был тыс же тоже видите завалилась наверно уже от старости с этой стороны было очень много фламмулин но вот этом дереве тоже было прям на всех ветках зашли чуть в другой лесочек через дорогу посмотреть какое деревце я нашла усыпанная просто аурикулярии и фламмулиной вот это да посмотрите сколько аурикулярии все замерзши очень сложно сейчас будет ее отодрать о отлично пошла смотрите какая аурикулярия уховидная сразу понятно да почему уховидная очень похоже на уши собрала я грибы на том дереве пошла дальше видите аурикулярии еще мне попалась тоже хорошая к сожалению не могу все снимать телефоне нету памяти постоянно что-то у меня сегодня отключается и это еще не все посмотрите вот сейчас как-то долезу до фламмулинки вот она начинается здесь и идет по всему дереву соберем здесь но эти уже какие-то староватые экземпляры да нет тем вот это хорошее а те темные замечательная какая очень красиво фотогеничная фотографировать ее одно удовольствие хорошо сейчас пролезу туда и вам покажу и так я на месте но я хочу сказать что издалека она выглядит конечно намного эффектнее чем вблизи посмотрите это уже видите старые грибочки и здесь кто-то был кто-то уже срезал но тоже старые эти мы не будем брать эти вот хорошие но маленькие совсем мизерные сейчас выберу кое-что оттуда потому что тоже видите уже темные грибы темные я не беру что-то у меня не беру что-то По таким дебрям я хожу, чтобы найти свои грибочки очень сложно конечно здесь передвигаться но посмотрите какое чудо встречается и вот с этой стороны и с этой стороны видите встречаются аурикулярия уховидная о какая отлично забираем и еще вот она отправляется мою корзинку сегодня ведерко вместо корзинки так еще вижу вот тоже есть какие хорошенькие что я сегодня буду с них готовить из аурикулярий и зимних опят я люблю супчик это очень полезный супчик очень вкусный посмотрите сколько здесь аурикулярии но я лезу вот за вот этой дотянусь не дотянусь сейчас другой рукой попробую а то мне наверное ведро мешает дотянулась и рядом с аурикулярией мы видим щелилистник обыкновенной так здесь еще можно взять парочку грибочков нет не буду слишком они прилипли ладно я вот вижу еще аурикулярию отлично здесь много ее вот ищу о я и там вижу полезу очень тяжело здесь лезть до нее не в принципе достаточно для супа очень сложные дебри залазить сюда что вообще тут ходить очень сложно поэтому пусть остаются грибочки я там приметила еще одно дерево с фламмулиной поэтому мы идем туда друзья нашла еще одно дерево с фламмулиной ну вот здесь вот чуть-чуть но они уже какие-то темноватые а это вообще не фламмулина на галерина посмотрите сколько головачей гигантских вот один так вот я смотрю кто-то рвал фламмулину и побросал а может сама упала я там один увидела вот он второй головач гигантский вот он еще один и там он три штуки еще это наверное мы распыляли раньше голова чем он пошел здесь рост и посмотрите какое замечательное дерево вот здесь кто-то то ли срывал то ли она сама пала вот видите лежит и вот оно все уже не конечно немножко староваты местами но ничего и вот еще здесь вообще ухты она еще и с охотились сейчас я хочу фотографировать эту фламмулинку и на этом буду заканчивать свое видео и будем собираться домой у нас прохладно нам еще собаками гулять брать их сюда мы не стали потому что здесь пасутся коровы ну они наши могут гавкать и бегать за ними коровы мешать и нам придется за ними бегать друзья а на этом я как всегда не прощаюсь с вами а говорю вам до новых встреч на канале ягодный гриболов пока пока